Вот в этом смысл жизни — научиться принимать всё и по-доброму относиться ко всему. Потому что происходит. Допустим, сейчас на Земле происходит тяжёлое время, предвоенное тяжёлое время. Правители как могут сохраняют ситуацию, они пытаются договариваться, но время, оно душит их, конфронтация увеличивается. Так действует время. То, что правители плохие, они держатся, справляются, пытаются договариваться. Всё равно время поляризует страны, разделяет Запад и Восток, делит всё на части. Некоторые люди начинают звереть в это время, говорят, наши лучшие, эти хуже, подливают масло в огонь. Так называемые сторонники войны. Безумцы. Нужно, наоборот, хотеть мира, но при этом не позволять своей стороне стать слабой. Вот правильное мышление. Хотеть мира, всех любить, но при этом знать, что мы должны быть сильными. Всегда, в любой момент. Это правильное мышление. Так сейчас движется время в нашей Земле. Такова диагностика. В 2012 году, когда все говорили, будет конец света, я смеялся, потому что такой диагностики не было. А сейчас тоже конца света не будет. Сейчас идёт испытание. Вы видите, вы опять верите во что? События. События, да? А я вам говорю, это неправильная вера. Надо верить в выбор. Наш выбор — это любовь, мир, работа над собой. Сейчас почему бизнес трудно строить? Почему всё трудно строить сейчас людям? Потому что не этим сейчас надо заниматься. Надо просто жить как можешь и вкладывать в сердце. Молитву каждый человек должен вкладывать, потому что это спасёт землю. Не твой бизнес спасёт землю, а молитва. Потому что молитва даёт доброту, энергию доброты. А именно доброта спасает от войны. Доброта спасает от войны. Понимаете? Не слабость сердца, не унижение, не подхалимство, а доброта. Доброта — это сильная энергия. Она не делает человека слабым. Не унижается человек, который добрый. Он всех любит, но сохраняет свою силу. И увидит без труда слегу каждый день, что будет нами прожить. Озарим давайте доброту, бескорыстно руку протяните. Тем, кого постина вдруг беда, добрые слова вы говорите. Субтитры создавал DimaTorzok Насколько мы влиятельные люди? Я уверен, что даже если 5000 человек в России начнут молиться серьёзно за мир, то они победят судьбу. Влияние молитвы имеет огромную силу. Даже маленькая доля людей, которые идут этим путём доброты, они спасают огромное количество, огромные тысячи людей. Без всякого сомнения. Это мой опыт. Поэтому я уверен, что даже если вы подключитесь к этой теме, что сейчас главная идея жизни — это не своей личной, что-то там строить. Хотя это тоже надо, ведь каждый человек должен жить. Сейчас наша тема — это сохранить Родину и мир. Сохранить Родину означает уважать старших, быть сплочёнными, уважать культуру, которая здесь царит. Это христианская культура здесь, на нашей земле. Уважать эту культуру, уважать старших и молиться за мир. Потому что война никому не помогает. В войне не бывает победителей. В войне бывают трупы и разрушенные судьбы на несколько поколений. А особенно в современной войне, которую ещё мир никогда не видел. Ещё не знаем, что такое современная война. Мы никогда не видели такую войну. Поэтому молимся сейчас, чтобы её никогда не увидеть. И это возможно. Почему? Потому что судьба — это не безысходность. Судьба — это просто объём работы. А то, что я хотел до вас донести, главный мой, так сказать, призыв. Субтитры создавал DimaTorzok